В народном месяце слове 20 апреля Акулина либо Акулинин день. Православная церковь сегодня почитает память мученика Руфина, диакона, мученицы Акелины-младшие и с ними 200 воинов, которые пострадали за Христа около 310 года при императоре Максимиане. Когда святого диакона Руфина за исповедание христианской веры посадили в темницу, дева Акулина заботилась о нем и за это была взята под стражу. Находясь в темнице, своими чудесами они обратили в христианство 200 воинов и вместе с ними были усечены мечом. Согласно народному преданию, на Акулину просыпаются после зимы русалки. Поэтому деревенские девушки шли в этот день к реке и оставляли на берегу или бросали в воду старые, но чистые рубашки, полотенца или просто куски ткани. Они верили, что замерзшие за зиму русалки будут благодарны за одежду и летом не станут приносить вред людям. В разных местах представления о русалках сильно отличаются. Где-то их представляли в образе молодой красивой девушки с распущенными волосами и венком на голове в белых одеждах или полностью обнаженной. А где-то представляли в образе некрасивой ногой женщины огромного роста с нечесанными волосами. Таких русалок называли лобастами. По преданию живут они в озерах и болотах. Иногда лобасту представляли высокой женщиной ростом от земляж до неба. Тело водного духа выглядит как бесформенная серая масса, а вместо зубов клыки, руки длинные до земли со скрюченными пальцами, а на голове длинные спутанные волосы. Лобаста появляется во время бури, падая из туч на землю. По одной из легенд, иногда русалки превращаются в кувшинки. Боясь влюбленного в них солнца, они только по ночам выходят на берег и водят свои хороводы, а днем становятся кувшинками дивной красоты. Поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек совершает большой грех, обрывая хрупкую жизнь водяной девы. И по народным поверьям русалками становились утопленницы, либо незамужние девушки, особенно просватанные, невесты, которые не до свадьбы, девушки и девочки, которые умерли в русальскую неделю, это обычно седьмая неделя после Пасхи, либо девушки, которые пропали без вести из-за проклятий матери, дети, родившиеся мертвыми, также некрещенные младенцы. А еще русалок представляли в образе полуженщин-полуры и называли таких мифических созданий фараонками. Вера в них пошла от библейского предания об исходе из Египта еврейского народа, когда войско фараона потонуло в водах Красного моря, и по легенде египетские воины, проклятые Господом, превратились в полуры-полулюдей. Наши предки говорили, если 20 апреля дождь на Акулину, значит будет хороша калина. Если мороз и солнце, то к урожаю хлебов и гречихе. Если красный восход солнца, то к перемене погоды. Тем людям, которые родились 20 апреля, подходят к камне-обереги, аметист и обсидиан. Пусть ваши знания, дорогие друзья, будут самыми добрыми. До новых встреч!